По этому обучающему ролику вы легко зарегистрируетесь на бирже Rudex, купите на этой бирже монеты Prism и выведете их на свой личный кошелек, который вы создавали вот по этому ролику. Под этим роликом нажимаем на ссылку для регистрации на биржу Rudex. Переходим на сайт децентрализованной биржи. Для регистрации вашего аккаунта биржа не запрашивает ни паспортные данные, ни телефон, ни электронную почту, так как эта биржа нового поколения разработана на собственном блокчейне. 100% анонимность ваших личных данных, 100% анонимность ваших личных средств на бирже, 100% анонимность о ваших транзакциях. Лимиты есть, только на минимальный ввод и вывод. На максимальный ввод и вывод лимитов нет. Биржа имеет листинг на CoinMarketCap. Нажимаем на слово «Начать торговлю». Придумываем ник для вашего аккаунта и вставляем его в это поле. Этот ник будет в конце вашей реферальной ссылки. Биржа выдала вам приватный ключ. Этот ключ вам показывается только один раз при регистрации. Нажимаем вот на этот значок, чтобы скопировать данный вам пароль в буфер обмена. На рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши и создаем текстовый документ. Даем название документу, например, биржа Rudex. Вставляем в него скопированную парольную фразу и ник от вашего аккаунта на бирже. Обязательно соблюдаем три пункта. Первый. Дублируем данные в документе. Второе. Делаем фото, скрин и распечатываем. Третье. Сохраняем документ и переносим его на флешку. Отнеситесь серьезно к хранению парольного ключа. Если вы его потеряете, то никогда не сможете вывести с биржи ваши активы. Теперь копируем эту парольную фразу именно с текстового документа и вставляем его вот в это поле для подтверждения данного вам пароля. Пароль будет храниться на сервере Rudex вот в таком зашифрованном виде. Теперь ставим галочки. Первое. Я понимаю, что утрачу доступ к своим средствам, если потеряю пароль. Вторая галочка. Я понимаю, что никто не восстановит мой пароль, если я его потеряю или забуду. И третья галочка. Я записал и надежно сохранил свой пароль. Далее нажимаем на кнопку «Создать аккаунт». Поздравляю вас с регистрацией на бирже. На верхней панели нажимаем на «Обмен». Вас перебрасывает в торговый терминал. В правом верхнем углу ваш ник. Далее выбор вашей страны. Рядом три полоски. Это меню. Ниже – тролльбокс. Чат для общения. В самом низу – техподдержка. Нажмем тут на галочку и уберем чат. Теперь выбираем пару для обмена. ОСДТ призм. Нажимаете вот здесь на три полоски. Выбираете «Депозит». Вывод. Нажимаете здесь «Я ознакомился с соглашениями». Внести депозит. На бирже Рудекс есть возможность купить криптовалюту с банковской карты Visa, MasterCard и SEPA. Если у вас есть валютные карты. Ставите здесь галочку. Выбираете «Купить криптовалюту с карты». Выбираете здесь, в чем вы будете пополнять в биткоинах или в эфириуме. Для пополнения в биткоинах вам выдается вот этот адрес, на который нужно будет переводить. Если вы выбираете пополнение в эфириуме, то адрес будет вот такой. Затем биткоины или эфириумы нужно будет перевести в ОСДТ, потому что призм торгуется на бирже Рудекс в паре с ОСДТ. Выбираем пополнение в эфириуме. Опускаемся ниже. Минимальная сумма для пополнения 0,01 эфириума. Вводим 2 эфириума. Это будет 3911,57 долларов. Если мы пополняем с карты СЭПа, будет 3547 евро. Банк карт евро 3643,48 центов. Мы должны понимать, что это приблизительная сумма. Точная сумма будет рассчитана на момент завершения транзакции. И нажимаем «Купить». Для пополнения в другой криптовалюте нажимаем «Шлюз». Опять нажимаем «Я ознакомился». Выбираем здесь ОСДТ и читаем инструкцию по депозиту. Пожалуйста, отправьте ваши ОСДТ «Трон ТРЦ-20» на адрес ниже. Минимальная сумма 10 ОСДТ. Если вы отправите меньше, то монеты не придут. Адрес вот этот. У вас будет другой адрес. Копируйте этот адрес, нажав вот на эту кнопку. Адрес скопирован. В любом браузере пишем «Best Change». Видим вот такой значок «Мониторинг обменников». Нажимаем. Вы отдаете. Выбираете любой ваш банк. Например, Сбербанк. Теперь выбираете, что вы хотите получить. Тизер ТРЦ-20. Нажимаете. И вот вам выдает все обменники. Обменивать легко. Главное, смотрите, чтобы вот здесь были только все положительные отзывы о данном обменнике. Вот этот банк обменивает от 72 900 рублей. Минимальная сделка обмена. Наверху всегда самый лучший курс обмена. Нажимаете на этот обменник. Автоматически вышел чат. Прежде чем совершить сделку, обязательно пообщайтесь с оператором этого чата. Сюда вы вставляете именно адрес кошелька биржи. Повторяю, у вас будет совершенно другой адрес. Вы можете выбрать другой обменник. Интерфейс в основном у обменников разный, но суть одна. Вводим сумму для обмена 80 000 рублей. Указываем номер карты, с которой будем совершать обмен. Получим 1005 TRC20 72 цента. Вводим персональный адрес кошелька, который нам сгенерировали на бирже для нашего аккаунта. Вписываем адрес настоящей электронной почты, потому что на почте нужно будет подтвердить перевод. Подтверждаем свое согласие на обмен. Нажимаем на кнопку «Обменять» и ждем на бирже пополнения в ОСДТ. Выводим монеты на личный кошелек «Призм». Заходим в торговый терминал на бирже «Рудекс». Выбираем торговую пару «Призм ОСДТ». Сегодня на бирже хотят продать монеты вот по такой цене. Нажимаем на предлагаемую цену и она отобразилась в стакане для покупки. Вставляем сюда 1000 долларов. Получим 426 093 монеты «Призм» 63 Сатоши. Комиссия возьмется 426 монет «Призм». Нажимаем «Купить». Итак, вы купили монеты. Теперь их обязательно нужно вывести на свой личный кошелек «Призм». Для этого есть две очень веские причины. Первое. Любые криптомонеты, которые вы купили на любой бирже, не принадлежат лично вам до тех пор, пока они находятся на бирже. Владельцами ваших монет являются хозяева бирж. То есть, вы отдали свои монеты в доверительное управление биржевикам. У вас есть парольная фраза от вашего аккаунта на бирже, но нет парольной фразы от того кошелька, на котором лежат эти ваши монеты. Это значит, что вы никогда не сможете вывести свои монеты, если биржа соскамится или заблокирует вам вход в ваш аккаунт. Вторая причина. После того, как вы вывели монеты с биржи на свой личный кошелек, парамайнинг, генерация новых монет «Призм» запускается автоматически. То есть, прибыль в монетах получаете вы, а не биржевики. Есть на биржах сервис для увеличения количества монет. Этот сервис называется «Стейкинг». Это опасно, так как это доверительное управление чужими лицами вашими криптоактивами. А в «Призм» есть такой же сервис на личном кошельке, называется «Холд период». Нажимаем на эту кнопочку «Депозит вывод». Опять ставим галочку «Я согласился». После этого у вас выходит продолжение страницы. Выбираем здесь криптомонету «Призм» и нажимаем на «Вывод». Инструкция по выводу. Нажмите кнопку ниже, чтобы открыть вывод «Призм». Нажимаем «Вывести». Выходит вот такое окошко. Сразу предупреждаю, что комиссия шлюза за вывод монет с этой биржи 400 монет «Призм». Сюда вы вставляете количество монет. Минимальная сумма – 1000 монет. Сюда вы вставляете адрес вашего кошелька. Адрес выглядит вот так. Сразу же от этого кошелька автоматом включается публичный ключ. Если у вас на вашем кошельке нет ни единой транзакции, то публичный ключ вам сюда придется вставить самостоятельно. Запомните, ни одна биржа не запрашивает парольную фразу от вашего кошелька «Призм». При выводе на личный кошелек мемофраза не пишется. А вот если вы выводите на какую-то другую биржу, где вам дают мемофразу, то тогда сюда ее обязательно нужно вставить. И нажимаете кнопку «Вывести». Комиссии и минимальный баланс на вывод и ввод на биржах и обменниках очень часто меняются. Поэтому следите за этим очень внимательно. Заходим на GitHub, опускаемся вниз и нажимаем «Обозреватель блокчейна». В этом обозревателе отображаются транзакции с генерированных блоков всеми личными кошельками всех пользователей. Выбираем любой кошелек, например вот этот. Копируем его адрес и вставляем при входе в онлайн кошелек. Предположим, что это вы пополнили этот кошелек и на вашем личном балансе 105 654 монеты. И это в вашем личном кошельке уже напаромайнилось 77 423 монеты. Давайте посмотрим, за какое время этим кошельком добыто 77 423 монеты. Для этого нажимаем на эту кнопку «Детали кошелька». Видим, что кошелек стоит в холде 427 дней. Именно за это время, благодаря парамайнингу, кошельком добыто 77 423 монеты. 745 монет сгенерировано только за последние сутки. При структурном балансе под этим кошельком 13 703 428 монет. Прошло 2 дня. В холде кошелек уже 429 дней. Сегодня кошелек добыл 760 монет за сутки. И сегодня уже добыто 79014 монет. Вы видите, как быстро увеличиваются циферки на парамайнинге. Именно вы будете единственным хозяином всех этих монет. Только вы сможете вывести эти монеты с вашего кошелька, потому как парольная фраза от этого кошелька только у вас. Никто не может заблокировать вам вывод монет, которые вы можете выводить куда угодно и когда угодно. Никакие санкции не смогут запретить вам это сделать в любой стране. Если посмотрим вот на этот график, то мы видим, что чем дольше из кошелька нет исходящих транзакций, тем быстрее разгоняется парамайнинг. И для этого вам не нужно отдавать свои монеты в стейкинг, в доверительное управление, в биржевые пулы. Разгонять скорость добычи монет можно в своем личном кошельке Prism. Для этого нужно скачать Prism Core, то есть ноду на свой компьютер. Как скачать Prism Core, как ускорить скачивание истории на ноду, как установить программу Java 8 U221, как отключить обновление Java, как скачать мод для того, чтобы в ноде отображался весь функционал всех ваших форжащих кошельков, я расскажу в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные новости о блокчейне Prism.